Всем привет! Сегодня мы начинаем немного по-новому. Без долгих вступлений, давайте сразу начинать! Однако ранее я снимал, как получить рут права на андроид. Не знаю, это было год назад или два года назад, но этот способ был рискованный и я как раз не осознал то, что я как раз и получил авторские права на музыку. И я покажу, как именно установить эти рут права на телефоне абсолютно безопасным способом. Рут права это риск. Если что-то пошло не так, главным решением обычно является полная перепрошивка устройства. Но имейте ввиду, при этом все данные устройства будут удалены. И для начала нам обязательно нужно скачать прошивку. Для того, чтобы именно получить файл, который обязательно нужен для получения рут прав. Для этого мы заходим в браузер и в адресной строке пишем скачать прошивку и модель вашего телефона. Далее переходим на официальный сайт с прошивками. И вот тут выбираем наш регион. Так как моего региона здесь вообще нет. Так как мне придется выбирать именно ближайший регион. Именно Россию. Далее скачиваем ту прошивку, которая указана на телефоне. Это как раз версия модулей связи. И там как раз, если у вас написано S8, скачиваем S8. Ту версию, которая именно совпадает. Приставим вниз. Нам не обязательно скачивать всю прошивку, а только часть. Скачиваем AP версию. Скачиваем ап Отлично, мы его просто установили. Теперь мы заходим в который, где хранится наша прошивка. И теперь нам нужно его просто распаковать. И ещё раз. И теперь, если у вас Samsung, вы можете его попросту патчить через MD5. Просто закинули и всё. Или через сам boot.amg. Просто распаковываем и получаем наш boot.amg. Остается главное. Установить root-провод через приложение. Так как эти приложения очень полно и много, но я буду использовать довольно популярное приложение, которое работает на всех устройствах. И это приложение как раз Majors. Конечно, у меня его пока что нет. Но мы его можем скачать. Вы можете использовать любой браузер. Я буду использовать Google Chrome. Так, теперь в адресной строке пишем скачать Majors. И тут нам надо именно скачивать с официальных источников GitHub. Потому что если мы будем скачивать с других источников, мы можем подловить фирус. Поэтому мы именно скачиваем с официальных источников GitHub. Далее теперь просто листаем вниз. И где пункты релиз, скачиваем Majors 29-ю версию. У вас может быть и более. Поэтому мы скачиваем самую последнюю версию Majors. Также листаем вниз, где ресурсы, и скачиваем. Так, загрузка завершена. Теперь устанавливаем. И теперь мы нажимаем на кнопку «Установка», где написано «Magisk». Приложение мы установили. И нажимаем «Пропатчить бут-образ». Теперь выбираем файл образа или архив, который я упоминал. И нажимаем «Пропатчить бут-образ». И устанавливаем. Отлично, мы полностью установили его. Это обязательно устанавливать с вашего телефона. Потому что если вы будете устанавливать на другой телефон или на ПК, потом, если сюда перекинуть, то тогда тут вообще не установится вообще. Или сломается прошивка. Да, и такое бывает. Но особенно при этом обращайте внимание на вот эту строку. Вот, покажу вот эту строку. «Девайс платформ», то есть архитектура процессора стоит. Если у вас там, например, такая архитектура процессора на вашем телефоне, а вы установили на другой телефон, который архитектура процессора совсем другая, тогда, возможно, будут ошибки. Поэтому рекомендуется с вашего телефона устанавливать. И теперь, где показано. Именно в загрузках лежит наш файл. И мы должны выполнить следующее действие на ПК. Итак, я из телефона извлек MagixPatchet, то есть это и есть boot.amg. Теперь остается нам переименовать то, что это boot. И переименули. Теперь мы кладем это в папку home. Вы можете любую в папку. Но, правда, перед выполнением в терминале, вы должны именно указать папку. То есть вот так. Изначально лежит, теперь он в корне. Мне не обязательно перенаправлять его. И мне всего лишь одной строкой команды сделать вот это. То есть я его сейчас запакую в .Tart. То есть это часто нужно для Odin, особенно Samsung, устройств. У меня Samsung, я для Samsung делаю. А у вас может быть другой модель телефон. Вот итоговая команда. Вот что делает эта команда. Вот C создает архив. V показывает процесс. А F указывает имя архива. Все легко и просто. Просто нажимаем Enter. И все. Мы успешно запаковали. Вот теперь тут отобразился. Теперь мы спокойно можем устанавливать программы. И для этого я буду использовать Odin и Samsung драйвера. У вас может быть совсем другое. Если у вас, конечно, телефон не от модели Samsung. И для начала делаем открываем 7Z. Для чего он нужен? Чтобы открывать Odin. Потому что Odin открывает сразу несколько файлов. Просто открываем 7Z. Устанавливаем. Теперь Samsung USB драйвера. Вот появился. Samsung USB драйвера. Next. Далее. Next. И install устанавливаем. Теперь открываем наш Bootless. Открываем 7Z. Так, по-моему, я не то открою. Открыли. Теперь переходим. Сейчас, может быть, не совсем-то открылось. Просто именно вот этот пункт, вот пункт, мы должны выделить, то есть, пом. Вот. Всё. Теперь заново открываем. Теперь идём в загрузки и сразу открываем Odin. Окей. И всё. Мы установили. Теперь мы спокойно нажимаем AP и открываем Boot.tar. И мы теперь спокойно можем нажимать кнопку Start. Теперь мы можем спокойно нажимать Start. И у нас уже установится полноценный Root права на ваше устройство. Особенно без вирусов, без всякого такого. Ну что ж, видео подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокол. Что мне пускать новые видео. Всем удачи и до скорой встречи.